Слава Украине! Приветствуем от Полонского! По поводу войны и по поводу того, когда нас ожидают наступления и что будет. Знаете, давайте подойдем к следующей точке зрения. У меня есть, прежде всего, вопрос по нашему врагу, по России. И вот вопрос очень интересный. Смотрите, Путин дважды начинал большое наступление в феврале. Один раз он начал его буквально 24 февраля 2022 года. Второй раз он его начал, будем говорить, в самом начале февраля 2023 года. То, что он называет наступлением сейчас. И в том и в другом случае, рассчитывая опрокинуть нашу армию. И в первом случае он хотел захватить Киев, а в втором случае он хотел захватить Донбасс полностью. Это как минимум. Вообще рассчитывал, в настоящее время, по планам, они там уже Одессу должны были окружать, штурмовать и вообще ее захватить. Это что касается последнего наступления, которое они начали где-то так с 31 января. И вот до настоящего времени сидят под Бахмутом в тех же самых окопах, в которых они сидели два месяца назад. Так вот, что я вам хочу сказать. По-моему, что-то у Путина не то с головой или у его генералов что-то не то с головой. Потому что в первом варианте, посмотрите, когда они наступали, у них зазор на ведение активных боевых действий был вообще там, ну, две недели. Это в лучшем случае, на самом деле, неделя. Потому что потом пошла Распутица, а в их случае тогда, вы помните, не было сильно холодно. Она пошла практически немедленно. Войска были сконцентрированы на кишках дорог и были, собственно говоря, особенно под Киевом, под Черниговом, полностью уничтожены. Все, что зашло, ну, частично успел избежать, но, сами понимаете, большая часть техники была и войск уничтожены. Да, и второй раз, вот он попер в то же самое время. Да, у него зазор перед весенней Распутицей был побольше. Но все равно это то же самое. Зная, что у тебя, если, допустим, 24 февраля 22 года, не зная потенциала украинской армии, хотя надо было быть полным идиотом, чтобы не знать потенциала армии, на которую ты нападаешь. Но, допустим, он был такой вот простофиле с такими розовыми ушами, сам себя хлопал по щекам теми ушами, был полный дурачок и не понимал, куда он лезет. Вот, хотя все вокруг понимали, то сейчас, после года войны, он должен был понимать, что если он за год ничего не мог сделать, его армия за год ничего не сделала, то за какой-то месяц до настанья весенней Распутицы опять ничего не получится. Не получится просто, ну потому что не получится. Ну, вся логика событий подсказывает, что нихрена у тебя не выйдет. Так оно и вышло, конечно же, ровно так же и вышло. И тут, конечно, возникает вопрос, прежде всего, по умственным способностям нашего противника и по шпионам и предателям в его рядах. То есть, вполне, я так себе думаю, что, может быть, например, Путин и Герасимов, они там, я не знаю, шпионы рептилоидов, что ли, или английские шпионы, то же самое. И они, значит, успешно проводят, да, вот, как они говорят, англосаксы, да, что они успешно проводят программу англосаксов в жизнь по демилитаризации России. Ну, тогда все становится на свои места, и абсолютно все действия, как говорится, расистов полностью оправданы и понятны. Потому что, ну, вот, есть канва, они, например, Путину поставлено англосаксами, еще китайцами, например, да, вот китайцами, он любит же китайцев, Дэн Сяопином, извините меня, Син Цзиньпинем, да, ну, так хоть, хоть им угодно, да. Задача поставлена Россию демилитаризовать, и он ничего лучше не нашел, как вот полезть в Украину и полностью уничтожить свою армию. Что у него, конечно, вот тут, если он занят этим, конечно, тут надо сказать, что, знаете, такая тактика прожаривания собственной армии на медленном огне, чтобы и не было повода применить ядерки, и в то же время полностью демилитаризовать Россию, ребятки, прошло все просто на ура. Ну, еще можно рассмотреть вариант, что Путин лох-педальный, абсолютно лох-педальный, и не понимает, что делать, и вот злобные англосаксы, такие вот злобные, знаете, в таком котелке американском себе вот сидят такие, и там еще и полоси такие нарисованы на этом котелке, и они так злобно его провели за нос, когда, как он там сам себе говорит, что меня за нос водили, но он же постоянно врет, у него нос растет, как у Буратины, и, соответственно, его вот за этот нос, видимо, и водили. Ну, вот тоже как вариант такой, да, других у меня объяснений логических этому идиотизму, который там у них происходит, нет. Ну, да бог с ним, да, а когда же начнется наше наступление, вот следуя вот этой всей логике, то, что там происходит у них, почему, говорят, наши не наступают? Да потому что у нас вот этих Буратинов, вот с таким носом, и идиотов, и, ну, назовем это грубо, английских шпионов у нас в армии нет. У нас умные люди, у нас умные генералы, у нас умный офицерский состав, которые понимают, что в Распутицу никто не атакует. Ну, все же очевидно, ребятки, да? Почему? Потому что в Распутицу ты строго ограничен только дорогами, и, соответственно, тебе очень легко там укандропупить. Наши этого делать и наши же не будут. Соответственно, подождут, пока все, пока все это закончится, распутится. А потом, в тот момент, когда будет сосредоточено наибольшее количество сил на необходимых участках, будет, ну, одновременный удар, там, не знаю, 5-7 направлений, может по 10, я не знаю, может по 2-м, мне это неизвестно. Вот, но будет нанесен сокрушающий удар, от которого расисты привычно будут делать жест дохлой моли. Ну, как они делали под Киевом, например, под Харьковом они, да, господи, мало ли они жестом, а под Херсоном какой замечательный жест был. Да, а когда же будет вот тот самый жест дохлой моли? Вот тут я вам объясняю, смотрите, наши уже сейчас начали дамбить, хотел сказать, бомбас, нет, бомбас, ну, тоже дамбить будут, но по-другому. Крым. Крым начали дамбить. Крым это узловая, прежде всего Джанкой, Джанкой, еще раз Джанкой. Ну, Джанкой, Крымский мост, я уверен, что еще по Крымскому мосту прилетит, посмотрим. Вот, значит, Джанкой. Джанкой такая штука, через которую проезжают абсолютно все поезда в Крым и из Крыма. Соответственно, все, что едет сейчас для российско-фашистских войск на территории Херсонской, Запорожской и даже частично Донецкой области, проходит оттуда. О! И, получается, разбив какой-то состав, развалив его в хлам на станции Джанкой, мы замечательно вообще делаем такую, знаете, пробку, лусь. Вот. И, соответственно, совершенно очевидно, что наши будут делать. Будут дамбить Крым, будут дамбить железные дороги, уже, собственно говоря, этим занимаются, с тем, чтобы сменьшить до минимума возможность расистов, оказать нам отпор. Потому что нам нужно что сделать? Нам нужно, а, убрать у них пути сообщения, то есть прилетать должно беспрерывно, ну, пускай недели за две вот начать, до того. Вот как мы в Херсоне, лупили, 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 перелупили вообще все, они сами убежали. Вот. Конечно, здесь они сами не убегут, им немножечко поможет, знаете, пендюка придется немножечко поддать, чтобы, ну, ускорение было нормальное, а дальше они уже сами действительно побегут. Вот. Но пендюка все равно придется давать хорошего. Вот. Значит, соответственно, будем дамбить вот эти все пути сообщения, будем выводить из строя железную дорогу, возможно, завалим Крымский мост сразу перед началом этого всего дела. Кстати, сразу говорю, Панаехи, которые там сидят сейчас в Крыму, бегите. Бегите, потому что если мы начнем, я не знаю, но опять, если мы начнем с Крымского моста, если мы его завалим сразу же, соответственно, вы окажетесь все в мешке, поэтому вам лучше сбежать. Вот. И вате, ну, вате всякой там, кто вот, коллаборанты и так далее, лучше все-таки сбежать. Там у вас останется хоть какое-то временное зазор, чтобы убежать перед тем, как пройду из Бройной силы Украины. Вот. Ну, а нам что, нужно уничтожить их склады с боеприпасами. Личный состав тоже, но, в принципе, он у них, в принципе, бестолковый, тупорылый и, как вам сказать, не очень боеспособный. Вот. Ну, так, они воевать хотят, но воевать хотят, чтобы за них кто-то воевал, а они зачистку делали. И при этом желательно, чтобы в каждой квартире по плазме осталось, там, по блендеру, по женским трусам, да, еще что-нибудь такое красивое, ну, то, что они гламуром считают, да. Вот.